Тихий и спокойный ритм жизни города Клининских был нарушен в ночь на 27 июня. Здесь, на новом шоссе 94, в квартире номер один, произошло преступление. 31-летняя женщина совершила покушение на жизни двух своих спящих дочек. Уроженка Московской области, деревянка Екатерина, 1986 года рождения, имея умысел на убийство, используя кухонный нож, нанесла проникающее колото-резанное ранение в область живота своим спящим малолетним дочкам в возрасте 12 и 3 лет. А затем нанесла ножевые ранения в область груди своей 53-летней матери. Убивать свою мать преступница не хотела. Пожилая женщина попала под руку, защищая внучек. Целью злоумышленницы были только дочки от бывшего мужа, с которым сейчас Екатерина Деревянко находится в бракоразводном процессе. Ее мать оказала активное сопротивление, выбила из рук Деревянко нож и вызвала сотрудников полиции скорую помощь. Родственники задержанной комментировать ситуацию отказываются. Более того, от телекамер предпочитают прятаться. Здрасте, мы извиняемся, это в вашем доме произошло преступление? По мнению следствия, причиной преступления мог стать развод молодой женщины с мужем. Об этом она говорила и во время допроса. Факт принятия психотропных вещей задержанная отрицает, однако именно это могло стать настоящей причиной покушения. Говорят, последние 6 дней Деревянко не ела и находилась в депрессии. Наркоманка, она с детства, да. И так вот, вроде в одно время она остановилась какой-то, а потом замуж вроде вышла, одну девочку родила. Ну, я думаю, что вот это не заканчивается вот так вот, раз и все. При этом преступница работала воспитательницей в детском саду, но последние три года находилась в декретном отпуске, поэтому заметить за ней асоциального образа жизни на работе не могли. Потерпевшие дети сейчас находятся в тяжелом состоянии. Об этом нам сообщил главный врач Видновской районной клинической больницы. Девочку трех лет там повреждение кишечника было множественное. Одиннадцать лет девочка, она более тяжелая. Почему? Потому что брюшечная терия была повреждена. Я очень доволен своим персоналом, который приехал. Все опытные хирурги собрались, стабилизировали состояние и отправились в мать буду. Лет 15 предстоит пробыть Екатерине Деревянко в стенах лишения свободы за такое зверское преступление. В случае же, если ее признают психически нездоровой, то в отношении задержанной будут применены другие меры воздействия. Что касается дальнейшей судьбы девочек, родительских прав их мать лишат, но отправлять детей в детдом скорее не станут, ведь есть бабушки и дедушки. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.